Всем любителям косметики большой привет! Сегодня я вам покажу свои покупки. У нас три парфюма, пудра, бальзам для губ. Давайте приступим. Давайте начнем с парфюма. Мой самый любимый парфюм за последнее время. Парфюм De Marley Meliora. Какой он симпатичный, смотрите. Я обычно все коробки всегда выкидываю, не люблю хранить что-то в коробках. Ну такая милота. Какая тут хорошая подставочка бархатная. Даже не захотелось это выкидывать. Парфюм здесь у меня 75 мл. Я парфюмы большие не всегда покупаю, потому что у меня их немало. Точнее у меня их не супер-то много. Я люблю нишевую парфюмерию и они всегда стойкие, такие пахучие. То есть у меня мало парфюмов, которые я прям все использовала и хотела купить еще раз снова. У меня очень часто меняются предпочтения, я нахожу что-то новенькое. Поэтому я покупаю у них в больших объемах, но у меня их немало. Смотрите, хочу обратить внимание на оформление. У них, как всегда, красиво все, шикарно. Это французский дом парфюмерии. Здесь, смотрите, стразинка небольшая есть на крышечке. Ну сама милота, приятно брать в руки, пользоваться. Это фруктовый, цветочный, легкий аромат. Он вообще свежий, зеленый, летний. Зеленого тут мало, в основном сладость, цветок. Но здесь, о боже мой, смородина. Листочки смородина. Я обожаю вообще... Да вот реально у меня запах немножко уносит меня в детство. Я обожала деревню у бабушки летом пить чай с мятой и смородиной. И вот здесь у нас есть кассис. Это типа леткая мята. Да? Черная смородина сразу слышится, читается. И какая... Я сегодня еще парфюм не наносила. С удовольствием воспользуюсь. Всегда три нажатия использую. Это просто сверху. Как будто ты нос засунула свеженькую, приятную куст смородины. Листочек вот в руке потереть, знаете ли? Когда листочек малинки ты в руке подержишь. Такое нежное. Такое приятное. Боже мой. Это, конечно, не парфюм для взрослой тети какой-нибудь великовозрастной, которая любит потяжелее. Я бы это назвала парфюм для молодых девчонок лет от 20, кто любит. Но он дорогой в плане аромата, раскрытия. Это не просто смородина какая-то. Ты чувствуешь, там такая база крутая. Прям такое ощущение золота какого-то, знаете, добра такого. Прям это не просто легкая водичка смородишная, а-ля там, не знаю, каталог какой-то, эй, вон там, или еще что-то. Это хорошая парфюмерия, смородина, дорогая такая. Но у нее нет никакой тяжести, бархата и вот этой нарочитости, которая тебе в нос везет. Ну, такое прям просто. Это никто никогда не спрашивает, что у вас за парфюм, но никто никогда не догадывается, он такой тонкий-звонкий, что это вообще может быть. Что это, что-то нишевое, или что это вообще, чем от вас вообще аромат такой легкости, ощущение просто аура, дымка вокруг тебя, легкости создается. Это льванлов, это и лето, у меня даже на зиму я его слышу, хотя зимой я люблю что-нибудь потяжелее, то, что я сейчас вам покажу. Но это чисто вот летний, весенний, вот это больше весна аромат, но мне даже зимой подходит. Я просто влюблена, круглый год им так готова пользоваться. Следующий, помните, я вам всех показывала, что я планирую их приобрести, это Карнер Барселона. Куэрс, Куэрс, я не знаю, как правильно произнести, но в общем, неважно, это уже чистая зима для меня, такая тяжелая артиллерия. Это древесный, тяжелый аромат, какой-то кожа, дерево, ут, все в одном лице, знаете, и он еще немножко янтарный, там янтарь есть, но своеобразно. Знаете, это вообще унисекс аромат, его мужчина тоже может пользоваться. У меня муж просто такое не очень любит древесное, поэтому он не взял, но по сути реально для мужчин это такое легенькое, для женщин довольно-таки тяжелое будет парфюм. Боже, потрясающе, мне он очень нравится. Это, конечно, только на зиму, только прям снег в мороз какой-нибудь, он согрехивающий, но не прям, знаете, здесь не столько дерево слышится, сколько кожа. Здесь вот мускус, кожа, такое ощущение, я бы не сказала, что это прям салон машины, знаете, кожаный. Это не столько древесный парфюм, поскольку кожаный, мускусный, такой тяжелый, чисто вот зима-зима. Потяжелее, поинтереснее, чем аромат, когда ты заходишь в магазин Massimo Dutti, помните, я вам говорила, мне нравится, как у Massimo Dutti аромат какой на входе. Что-то напоминающее из этой же стези, но потяжелее, конечно, поинтереснее. И третий парфюм у меня, это, ну это вообще уже многие это знают, это такая заезженная, попсовая, это манжера. И у меня роз ваниль, помните, я вам тоже рассказывала, мужу моему это слышится, как шоколад вообще, но это реальная роза, это реальная ваниль. Здесь она вот так откручивается, я первым репетом дергала крышку. Для меня это нарочитая, сладкая, жженый сахар, прям, видите, даже цвет такой бутылочки самого парфюма темный, жженый сахар, коричневый, как будто бы. Это роза и ваниль на самом деле, это немножко такой древесный аромат, потому что он тяжеловатый, но он мне нравится. Я вообще к нему очень легко, как сказать, восприимчива, он мне зимой и летом и всегда подойдет. Сука, летом один, скажем так, пшик спре я сделаю, а зимой можно два-три, например. Очень-очень стойкий, вот он просто вообще. Одежда какая-нибудь, например, кофта, если я бы сейчас нанесла, то до стирки точно она бы несколько дней еще висела в шкафу и пахла бы, аромат звучал этот. Мне не нравится вот эта упаковка дебильная, простите, конечно, вот этот вот мешок. С одной стороны, я его храню, почему? Что он создает тень, а-ля как условно в коробке хранится парфюм, не сконтактирует со светом, но поставить это не очень удобно, не очень красиво. Но с другой стороны, практически бутылка, если куда-то брать с собой, вот этот чехол мягенький, не так поцарапается, расколется что-то, как-то типа ощущение защиты. Но такой он дешевый, вот кожзам, блин, я не знаю даже, как это назвать, не очень. Лучше бы какая-то мини-баночка, коробочка какая-то была бы, было бы приятнее. Чехольчик мне этот не очень нравится, не очень приятен. Но парфюм классный, я бы его посоветовала тоже на зиму, однозначно, на холодное время года. Очень, те, кто любит ванилин, ванильку и шоколад. Почему-то у меня мужу слышит шоколад, ну здесь есть дерево, вот с ванилью сталкивается, заприкасается, ощущение шоколада есть. Но это вот, шоколад почувствуется тем, услышит их тот человек, шоколад, кто любит легкое, такое морское, какие-то такие ароматики, ни о чем. Для вас будет этот шоколад. Присмотритесь, ну это тоже на любителя, прям всем не советую. Дальше из покупок у меня теперь декоративка. Вот такую пудру от Fenty Beauty купила. Это универсальный оттенок у меня, простая белая пудра, матирующая, вот вспомнила слово, компактная. У меня закончилась прессовая, пресс-пудра, пресс, спрессованная, компактная пудра. Здесь стоит спонжик и защитная эта штучка. Пудра классная, классно матирует, хорошо спрессована. Здесь в зеркале у них тут еще гравировочка идет, Fenty. Видите, не очень удобно то, что оно не до конца прям раскладывается, вот этот угол остается. Я бы лучше хотела прям вот так, мне просто так было бы удобней. И не вот так вот вглядываться там, что у меня где, у меня ахаха. И я набираю всегда кисточкой, я ей пользуюсь дома. Но у меня закончилась компактная пудра. И то, что здесь и спонжик все вместе, если что в сумку бросить, я, конечно, возьму. Минусов никаких нет, упаковка не маркая, не царапается. Ну, такая, конечно, поцарапается, если в сумке носить. Сама пудра классная, хорошая, хорошо спрессованная, матовая пудра. Железно-бетонно все держит, матирует, то, что нужно. Цвета разные есть, я взяла прозрачную, белую, универсальную. Такого прям чего-то прям о ней рассказать. Мне нравится то, что она не оставляет пирога, поры, короче, не подчеркивает. Хорошая, конкретная, добротная пудра. Покупала в турецкой Сифории, ну, в России у вас тоже Сифория, она в Fenty есть. Вообще, я приглядываюсь в последнее время косметики Fenty, мне очень радует. Мне понравились у них тональные средства, суперски, думаю, консилер, наверное, как закончится, у них в следующий раз куплю, попробую. Тоже отзывы на него хорошие. Но тени декоративные для век не советую, много нехороших отзывов, они мало пигментированные, такие так себе. В общем, для лица средства у них в плане декоративные тональные кремы, вот пудры, праймер еще у них очень хвалят под тональный крем, тоже хорошие. Карандаши для бровей, может, тоже, думаю, купить, попробовать. Но я конкретно сижу на люкс-визаж для бровей за 3 копейки и, счастье, полные штаны, и покупать Fenty, который, наверное, в 10 раз дороже, чем люкс-визаж, карандаш для бровей, мне нет смысла. Меня потому что полностью устраивает карандаши от люкс-визаж, просто они мне так отлетают быстро, потому что в карандашах для бровей очень маленький объем всегда средства, поэтому они очень быстро заканчиваются, нет как бы особо в них смысла. В общем, пудра классная, я вам советую, мне очень понравилось, не жалею о покупке, но я покупала, посмотрев YouTube, они были хорошие отзывы, как вот матирующая, классная, да. До этого у меня была пудра, закончилась которой-то Герлен, не советую, да, просто компактно их, она делает пирог, все на лице это видно, нифига, не матирует, кисель-месель на лице. До него у меня еще была пудра Dolce & Gabbana когда-то, тоже компактная, да, тоже не советую, короче, вот люксовые пудры, люксовых брендов, может быть, Шанель нормальная, я не помню, у меня Шанель не была компактной, но вот пробовала я Герлен, даже два раза, кстати, у меня Герлен была разная, как сказать, модель, а нет, Герлен, Жеменши и, что я сейчас назвала, Dolce & Gabbana, все не очень, они все делают пирог, они, короче, не невесомые, вот это незаметно. Но я, знаете, из-за какого расчета я покупала? Чтобы она была как сыпучие, которые хорошо матируют, но можно было брать с собой, была компактная. И следующее средство, это от Nars, бальзам для губ. Это вообще масло для губ, у меня оргазм, конечно, у них вся линейка, вообще, у них просто слово оргазм, и как тогда этот несчастный румяна появились, они до сих пор уже, блин, лет 7, наверное, выезжают на этом слове, везде его пихают, и в том числе в средство для губ. Очень красивая розовое золото упаковка, внутри средства мне бы очень подошел этот оттенок в плане, как будто бы розовое, немножко оранжевое, золотистое, но на самом деле это масло вообще для губ, даже не бальзам. Запаха никакого нет, у него такая яркая, типа, кисточка, на самом деле там оно прозрачное, чуть-чуть розовый эффект дает, смотрите, чуть-чуть с розовиночки. На самом деле это просто, вот у меня там оно немножко на губах есть. Классное масло для губ. Знаете, у чего у меня проблема? Замена чему? И мне нравится, как замена неплохое средство, альтернатива. Я обожала очень-очень долгие годы. И в Сен-Лоран масло для губ и в Олюб Шайн помадки такие, тоже масло в помадке для губ, прозрачные. Их уже несколько лет не производят, точнее остатки какие-то, всякие цвета темные неподходящие. И здесь, тут в Стамбуле я искала, и в Бойнере даже, и в Бэйман онлайн, и в Сифории них нигде нет. На стоках там парочку тюбиков всяких темных оттенков, короче, не идущих мне в России, в том числе. Светлых первых номеров нигде нет уже много-много лет. Я уже лет пять пытаюсь найти. Повторите, я обожала эти блески, бальзамы для губ. Ну вот только вот такая альтернативная замена. Клоранс я тоже пробовала, но это не то. Там прям масло для губ, а вот это вот блеск аля бальзам, я бы назвала. У кого, кто тоже любил и любит в Олюб Шайн вот эту серию и в Сен-Лоран, или бальзамы вот эти масла для губ, пожалуйста. Если кто нашел альтернативу, напишите в комментариях. С удовольствием попробую, куплю и буду просто счастлива и рада. Вот такие у меня покупки косметики и парфюмерии. Пишите, что у вас новенького. Надеюсь, видео было для вас интересным. В ближайшее время тоже у нас будет включение о косметике. Посмотрим, о чем вам рассказать. Спасибо за внимание. Всем, кто, если вас интересует мой макияж сегодня, раз видео косметическое расскажу. У меня сегодня палетка использована Rose Quartz от Huda Beauty. Последняя. Мне очень нравится. Из последних меня больше всего зацепило. На губах у меня карандаш для губ. Такой очень прям нюдовый оттенок моих губ. И блеск для губ с блесками от Анастасия Бейверли-Хиллз. У меня несколько раз вопросы уже задавали. В последнее время всегда им пользуюсь. Мне очень подошел там блеск для губ. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Я всегда в инфобоксе оставляю под видео мою почту, куда вы можете оставить запрос на консультацию по психологии, если вам нужно. Или написать свою историю для видео истории от Анонима. Спасибо за внимание. Всем пока.